So what is it? Do you know? Do you recognize? So, yes, you're absolutely correct. Английский здесь учат с азартом. Угадать слово – это, пожалуй, самое популярное задание. В гимназии номер 4 имени братьев Каменских, что не выпускник, то готовый абитуриент филфака или инъяза. Гуманитарные дисциплины ребятам даются легко, в том числе иностранный язык. Пять часов в неделю – это не так уж и много. Наши герои хотели бы, чтобы английского было еще больше. Мне бы очень хотелось, чтобы в нашей школе, возможно, уже для будущих одиннадцатиклассников или десятиклассников ввели предметы на английском языке. Или хотя бы просто на английском языке говорили о том, какими словами можно описывать другие дисциплины, такие как математика, физика, химия. Это действительно полезно. Тема урока – туризм. Ученики гимназии номер 4 рассказывают друг другу о достопримечательностях Пермского края. Красивых мест на Урале много. Осталось только придумать, как привлечь туристов. Спрашиваем об этом ребят. Может быть, не хватает туристов из-за того, что мы достаточно далекий город. Может быть, нам не хватает чего-то такого нового. Вот, например, сейчас начали перестраивать личный вокзал. И это смотрится действительно внушающе. И мне кажется, что сейчас это может и привлечет туристов на нашу реку, на Каму, чтобы они вообще знали, что это такое и где это находится. И до этого там, мне кажется, было не так все привлекательно. Все, что гимназисты проходят на уроке, пригодится на ЕГЭ. Записываем домашнее задание. Предложу им написать эссе в формате единого государственного экзамена. Эссе будет на тему достопримечательностей, которые мы можем найти в нашей стране. Стэндап. Стэнд стрэйт. Хэллоу, бэйзэн гэллс. Хэллоу, Раиса Юрьевна. Сиддам, плис. А в это время первоклассники делают первые шаги в изучении английского. И пусть их словарный запас небогат, зато есть неподдельный интерес. Сегодня даже малыши понимают, что для современного человека иностранный это маст хэв. То есть обязательно должен быть. Мне нравится английский, потому что это как будто мое хобби. Можно ездить в разные страны, а если ты не знаешь английский, например, приехал в Англию, и как ты можешь, например, вызвать такси? Мне интересно узнавать что-то новое. Я в семье из детей самое умное. Потому что его понимают везде. Потому что можно поиграть с родителями и побеждать в этой игре. Потому что ты лучше знаешь английский, чем родители, потому что ты его учил. А родители не учили. Английский, он вообще суперский. Я бы лайк поставила просто. Даже я бы сто лайков просто наставила и все. Вот так уроки английского проходят в игре, где победителей и проигравших нет. В такой обстановке новые слова запоминаются быстрее. И даже домашняя работа. Никакая не работа, а одно сплошное веселье. У нас есть такие карточки. На одной нарисована картинка, а на другой написано слово. И дома дети должны играть. Одна игра – это соотнеси картинку и слово, а вторая игра называется мемо. Это игра в память, когда нужно перевернуть все карточки и переворачивать их, искать соответствие картинки и слова. Домашняя работа – поиграть. И ничего страшного, если вы в школе, к примеру, изучали немецкий. Теперь можно вместе со своим ребенком приступить к освоению английского языка. И лучше поторопиться, пока уровень у вас примерно одинаковый. Анастасия Петухова, Иван Худяков, телекомпания «Ветта».